Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Господа, в истории мы частенько убеждались в том, что жесткие условия обитания порождают еще более жесткие условия социального существования. Да что там история, ежедневные новости тому пример. Этот суровый закон выживания не щадит ни обезьяноподобных, ни другие социальные виды родственных нам приматов. Сегодняшний рассказ об одной из самых жестких иерархических систем в животном мире. Спартанцы наверняка подглядывали за нашими сегодняшними героями и экспроприировали их принципы управления. Встречайте бабуинов или желтых павианов — вид настоящих павианов семейства мартышковых, грозных воинов и еще более грозных приверженцев порядка. Добро пожаловать в Спарту. Нашего гостя также называют собакоголовой обезьяной. Виной тому схожая с псовыми форма черепа. Но к лучшему другу человека эта животинка не имеет никакого отношения. Бабуины — это наши дальние родственники. Эти приматы очень сильны, ловки и быстры, несмотря на свой неповоротливый вид. Длина тела бабуинов в среднем 75 см, хвоста — 60 см. Шерсть желтоватая — отсюда и название «желтый павиан». Расселились шерстистые спартанцы по территории Средней и Восточной Африки. Своей персоной бабуин заселил все степные и горные местности выше упомянутых регионов. Жилплощадь одного стада бабуинов может достигать 15 квадратных километров. Наши родственники постоянно путешествуют по этой территории в поисках съестного. Собственно, их рацион крайне схож с нашим. Как и люди, бабуины едят все, что можно переварить. Фрукты, ягоды, корнеплоды, насекомые, рыба, мясо — все это входит в их повседневное меню. Бабуины — крайне социальные животные. По уровню зависимости от общества, себе подобных, в животном мире с ними может посоревноваться разве что шимпанзе. В бабуиново стадо обычно входит 50-80 особей. Все члены группы находятся в жесткой иерархии по отношению к друг другу. Приматы постоянно подтверждают свое положение жестами, мимикой и действиями, выражая ими покорность или властность. Даже у новорожденных детенышей внимательно рассматривают гениталии для того, чтобы правильно выстроить с ним дальнейшие взаимоотношения. Все стадо подчиняется нескольким альфа-самцам. Посягательство на чей-либо статус жестко наказывается. Доминантные самцы не стесняются применять силу по отношению к наглецам, позарившихся на их привилегии. Альфа-самцы отличаются жестокостью в схватке за лидирующее место в иерархии. Иногда они могут даже убить конкурента. Внутри стада бабуинов крайне важны социальные связи. По ночам члены одной семьи спят, тесно обнявшись друг с другом. Если кому-то из родственников угрожает опасность со стороны другого бабуина, все сразу бросаются на выручку соплеменнику. Но главным способом поддержки отношений является груминг. Приматы, перебирая друг другу шерстку, очищают ее от грязи и паразитов. Сей процесс доставляет животинкам неимоверный кайф. Потому чем выше статус бабуина, тем больше сородичей его будут грумить. Доминирующего самца или старшую самку всегда грумят по несколько членов группы. Так соплеменники показывают свое уважение. Все лавры доминантным самцам достаются не за просто так. Альфы чаще всего рискуют собственными жизнями ради стада, в то время как остальные спасаются бегством. Они, прямо как 300 спартанцев, бросаются на амбразуры в виде различных африканских хищников. Молодой крупный альфа-самец может без труда прогнать леопарда или даже льва. Большие кошки предпочитают с такими психическими не связываться и иритируются. Замечено, что время от времени бабуины атакуют львиный прайд. Пока часть павианов отвлекает львиц, другие воруют маленьких львят. Осуществляют это они с целью акта возмездия. В целом, сталкиваясь хищником, обезьяны непременно стремятся уничтожить его. Существует даже мнение, что леопарды боятся павианов. Но оно не совсем верно. Леопарды просто знают, что они, в отличие от некоторых других животных, в охоте могут полагаться только на себя. И если одно такое необдуманное нападение на группу павианов обернется травмой, то это может привести к серьезным последствиям. Если леопард из-за полученных ранений не сможет больше нормально охотиться, то его песенка спета. Поэтому эти дикие хищники и осторожничают, если понимают, что риск слишком велик. Тем более, что всегда можно подкараулить кого-нибудь более сговорчивого, но не менее вкусного. Тем более, что напасть на этих надоедливых обезьян можно и ночью. В темноте павианы видят очень плохо. Тут уже никакое численное преимущество им не поможет. С наступлением сумерек обезьяний буфет открывает свои двери для особо продуманских кошек. Но даже такие суровые спартанские ребята, как бабуины, способны на нежные чувства. Самки часто близко дружат с самцами разных рангов. Они общаются, спят и едят вместе. Индивидуальные черты являются важным фактором при создании пар. Некоторые пары проводят очень много времени вместе, но не дотрагиваются друг до друга. Другие часто вычесывают друг друга, обнимаются, когда встречаются, и спят, прижавшись друг к другу. Пары меняются с течением времени. Некоторые распадаются из-за того, что самка в процессе полового общения с другими самцами начинает приобретать лидерство в группе. Самец же по мере роста его статуса в стаде покидает подругу юности ради новых отношений с влиятельной самкой. Но многие союзы существуют годами. В общем, все как у людей. Но несмотря на это 80% детенышей рождаются от альфа-самцов. Готовность к спариванию у дам происходит весьма наглядно. Их готовность опухает и наливается кровью. Эти признаки и сигнализируют самцам о том, что время настало. Новорожденные бабуинчики, в отличие от взрослых особей, покрыты черным мехом. Пока шкурка детеныша не станет золотисто-серой, малыш будет в центре внимания всего общества. Дети так в стадии любят, лелеют и оберегают от всех напастей. Мать так привязывается к своему дитю, что при его гибели продолжает носить малыша на себе еще несколько дней, не желая расставаться с ним. Повзрослевшие дочери сохраняют дружеские отношения с матерью до конца жизни. А вот сыновья покидают семью в поисках новой группы. Им приходится вклиниваться уже устоявшуюся иерархию самыми разными способами. В ход идет как лизоблюдство перед старшими членами группы, так и захват власти силой. Самец-новичок, пришедший в чужое стадо, должен встроиться в сложную систему родственных и дружественных взаимоотношений в незнакомой ему семейной группе. Обычно он начинает с налаживания отношений с самой взрослой самкой, не выхаживающей в это время детеныша. Он повсюду следует за ней, чмокая губами, нежно ворчая и строя гримасы. Это же происходит всякий раз, когда взгляд самки падает на него. Если самка благосклонна, она может позволить ему почесать себя. Спустя несколько месяцев самец может рассчитывать на более прочные взаимоотношения с этой самкой. Впоследствии такие отношения послужат ему чем-то вроде визитной карточки для установления отношений с ее друзьями и родственниками. Тем временем, как и в Спарте, у бабуинов наблюдается детоубийство, которым и занимаются самцы-новички. Кстати, к бабуинам часто присоединяются стада копытных, так как обезьяны благодаря своему цветному зрению могут вовремя заметить хищника. Зная про это, антилопы часто объединяются с приматами. Чувствуя хищников издалека, копытные даже не утруждают себя бегством, полностью доверяя себя желтым павианам. В свою очередь самцы-бабуинов иногда охотятся на детеныши-антилоп. Бабуины абсолютно не боятся людей. Они смело заходят на территорию городов и без зазрения совести забирают с собой все, что плохо лежит. Для городов ЮАР приматы становятся настоящим бедствием. Животные не только обворовываются, своих родственников — людей. От стрел бабуинов, кстати, караются законом. Поэтому обезьяноподобным приходится что-то придумывать, дабы обезопасить свои жилые районы от бандитских рейдов. До тех пор, пока человек не представляет опасности, бабуин для него безобиден. Обезьяна может быть дружелюбной и редко атакует без причины. Однако, если попытаться прогнать стаю, например, с поля, можно навлечь на себя гнев обезьянь и мафии со всеми вытекающими последствиями. Приматы безжалостны к своим врагам, при этом не жалеют ни детей, ни взрослых. Такие вот они — спартанцы-мафиози животного мира. Свирепые и жестокие, но вместе с тем любящие и храбрые. Как вы думаете, какие из их качеств у нас есть, а каких нет — пишите в комментах. А ещё я как обычно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху, приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных ЗУ. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Природа бьет по парижанам не только осадками. Агрессивные обезьяны навели панику в столичном зоопарке. По первым сообщениям французских СМИ, из вольеров сбежали почти полсотни бабуинов. В итоге всех посетителей пришлось в срочном порядке эвакуировать. А вот позже представители зоопарка уточнили. Сбежали лишь четыре особи. Они до сих пор скрываются в лесной зоне парка.